Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, я предлагаю вместе с вами открыть текст Священного Писания, который записан в Евангелие от Матфея. Последняя глава, 28 глава Евангелия от Матфея, будем читать с 16 стиха и ниже. «Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, видев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел им. И сея с вами во все дни, до скончания века. Аминь». Дорогая Церковь, братья и сестры, большое благословение для каждой поместной церкви, когда Господь прилагает спасаемых к церкви через покаяние, через возрождение. Большое благословение, когда люди, обратившись к Господу через личное принятие Иисуса Христа, имея веру, имея спасение, они не останавливаются, они идут дальше и выполняют великую заповедь Господа Иисуса Христа принимать святое водное крещение. В этом году, если Господь нас благословит, в нашей церкви также будет святое водное крещение. Я верю, что Господь и нам подарил спасенные души, которые хотят принять святое водное крещение. И я хотел бы посвятить сегодня проповедь вот этой теме, потому что очень важно для того, чтобы люди, которые будут совершать, могли знать, что они делают, для чего они делают, на каком основании они совершают. Друзья, чаще всего, когда мы обращаемся вот к тексту, который мы только что прочитали, Евангелие от Матфея, повеление нашего Господа, друзья, если мы немножко смотрим текст поближе, мы видим, это особая была какая-то, как бы, атмосфера, если мы используем только текст Евангелия от Матфея, когда воскрешенный Господь Иисус Христос приглашает своих учеников на гору. Они собираются, они поклонились, мы видим, Иисус приближается к ним, дает великое поручение, говорит такие слова, да нам не всякая власть на небе и на земле. Друзья, мы можем представить, что, наверное, из сердца учеников были особом, наверное, подъеме, особо были благодарны Богу, все разрешилось, позади страхи, смущения, Господь жив, Господь воскрес, и более того, Он дает им особое повеление, чаще всего называют это великим поручением. Знаете, друзья, но когда мы обращаемся к другому евангелисту, который описывает те же самые повеления Иисуса Христа, мы видим несколько другую абсолютно обстановку. Евангелист Марк тоже об этом говорит, о повелении Иисуса Христа, но говорит это при других обстоятельствах это произошло. Последняя глава также евангелиста Марка, 16 глава, обратите внимание, с 14 стиха. «После воскресения, наконец, явился самим одиннадцати, возлежащим на вечере, и, упрекая их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его, воскресшего, не поверили». Христос встречается с Своими учениками, не на горе, а в другой обстановке. И Господь, Он упрекает Своих учеников о том, что они, видевши Его, не поверили. Вот по-человечески рассуждая, какая уж перспектива для учеников, для тех, кто не сдал экзамен, возвращает в обратный класс. Снова нужно учиться. Но обратите внимание на 15 стих. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Какая, казалось бы, такое противоречие, Господи, почему в одной ситуации учеников Ты благословляешь, повелеваешь им, даешь такое повеление, но в другой ситуации Ты упрекаешь. А потом даешь повеление, идите все-таки, друзья. Вот исходя из этих текстов Священного Писания, мы видим, что Господь определил для великого поручения идти проповедовать Евангелие, учить людей, совершать крещение, и затем снова учить, продолжать учить их, дал повеление несовершенным людям, дал повеление обычным людям, в лице которых были в данном случае апостолы, которые ошибались, которые спотыкались, которые падали, которые даже отрекались некоторых от Господа. Но Господь снова привлекает, говорит, у меня нет ангелов, я избрал вас, я буду наставлять, учить. Идите, вы это делайте. Друзья, Господь навсегда определил, чтобы превосходство силы, благословения от проповеди Евангелия во все поколения, начиная от самих апостолов, которые мы, как мы видим, обычные были люди, сомневающиеся, падающие. И до наших дней делали обычные люди, которые способны ошибаться. Братья и сестры, всякий раз, когда мы готовим вся к крещению, мы не делаем это спонтанно, экспромтом, и не говорим, что через два дня или через несколько там времени будет святой водой крещения. Кто желает, приходите, будем крестить. Абсолютно нет, братья и сестры. Мы говорим об этом заранее. Мы говорим, что будут определенные классы в течение нескольких месяцев, где служитель церкви будет уделять внимание тем, кто хотят принять святое водное крещение, объясняя очень важные библейские истины о Боге, о Христе, о спасении, о церкви и многие вопросы, связанные с духовной жизнью. Друзья, кто-то думает, что сегодня эта тема может быть не касается. В моей жизни это было в прошлом. Я 50 лет тому принял святое водное крещение, или, может быть, меньше. Это, может, не касается, друзья. Тема вот святое водное крещение очень актуальна на всякое время для каждого верующего человека. Почему? Потому что каждый из нас, кто уже в прошлом принимал святое водное крещение, братья и сестры, помните, заходя в воду, мы не только исповедовали имя Иисуса Христа, подтверждая наше спасение, нашу личную веру словами верую на вопрос служителя. Друзья, но мы еще, согласно тексту Писания апостола Петра, мы давали обещания. Мы не обещали Богу добрые дела, мы не обещали Богу регулярные пожертвования, мы не обещали Богу какие-то наши, может быть, еще дела, которые мы хотели совершать, мы обещали Богу добрую совесть. И так важно сохранить эту добрую совесть до конца. Поэтому пусть это слово будет так же для нас, как напоминанием и, может быть, обновлением в нашей памяти, в нашей жизни, Господи, вот эти годы сохранил ли я свою добрую совесть до конца. Итак, я предлагаю сегодня кратко рассмотреть, что Библия говорит о святом водном крещении. Вы знаете, мы живем в такое время, когда крещению придают самые невероятные формы и значения, от самых упрощенных до глубоко мистического объяснения, от детокрещения, которое придерживается православная церковь, католическая церковь, литеранская церковь, другие динаминации, до полного отрицания водного крещения. Такие динаминации, как сухие баптисты, молокани, духоборы, другие динаминации, они отрицают полностью святое водное крещение. Даже некоторые фундаментальные евангельские верующие различают два вида крещения. Водное крещение и крещение духовное, крещение в Иисуса Христа. И на этом стоят, об этом учат в своих церквях. И вот на таком фоне такого разнообразия возникает важный вопрос. Что имел в виду Иисус Христос, когда Он давал повеление Своим апостолам? «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча соблюдать их все, что Я повелел вам». О каком крещении Иисус Христос говорил? О Дето крещении, о духовном крещении или о крещении, погружении в Иисуса Христа. О каком крещении, на каком основании мы должны совершать водное крещение? Каких понятий мы должны придерживаемся? В своем учении, когда Христос вышел на служение, Христос придавал очень важное вопрос водного крещения, придавал очень большое этому значению. Его повеление было. Более того, давайте посмотрим на то, что в жизни Иисуса Христа произошло. Первая причина, по которой мы находим, что необходимо принимать святое водное крещение, заключается в том, что сам Иисус Христос лично принял святое водное крещение в реке Иордан от Иоанна Крестителя. Не так давно об этом мы говорили и праздник христианский мы отмечаем крещение Господня. Это очень важный его личный пример. Поэтому основание для того, чтобы нам совершать это служение, это личный пример Господа Иисуса Христа. Вторая причина мы находим в том, что это заповедь Иисуса Христа. Это не заповедь Павла, не заповедь Петра или святых отцов. Это заповедь нашего Господа. Мы сегодня уже прочитали несколько раз, обращали внимание, перед тем, как вознестись к Отцу от этой земли, Иисус Христос дает своим ученикам. Интересно, такое четкое, ясное повеление, и оно имеет определенные свои степени. Христос говорит, идите. Евангелие не сможет распространяться, если вы будете просто находиться в Иерусалиме. Христос повелел ученикам, идите, в физическом смысле. И ученики это делали. История говорит, что все апостолы, один пошел в одну страну, в другую страну, проповедовали сначала в Иерусалиме, как известно, в день Пятидесятницы, потом их жизнь, она поменялась. Они пошли в разные стороны, в разные страны проповедовать Евангелие. Что они делали? Идите и научите людей, что обладали апостолы, какой информацией. У них не было, братья и сестры, законченного, полного, написанного, священного Писания. Но помните, Иоанн говорит, то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что осязали руки наши о слове жизни. Ученики, правда, проповедовали Господа Иисуса Христа. Ученики проповедовали то, что слышали от Иисуса Христа на протяжении этих лет с Ним, но не обладали уже истиной о Царстве Божии, о покаянии, возрождении. Когда мы слышим проповедь Петра в день Пятидесятницы, какая глубокая, полная смыслом проповедь, которая дает достаточно ответов на вопрос, что делать? Получает ответ. И видим результат. И много-много книга «Деяния апостолов» дает нам прекрасную иллюстрацию истории служений апостолов, которые шли и учили. Христос сказал своим ученикам, «Вы будете моими свидетелями». Свидетель той, который был, видел, знает, пережил, и он передает это другим людям. Более того, Христос говорит, не только идите, научите, крестите, совершайте водное крещение, и затем продолжайте учить и соблюдать все, что я повелел вам. Вторая причина, братья и сестры. Первая – личный пример Господа. Вторая причина – заповедь, которую он дал ученикам. Третий момент очень важный – крещение и спасение. Возникает вопрос, существует ли прямая связь между крещением и спасением. Иисус Христос, который произнес эти слова в Евангелии от Марка, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, все твари». Кто будет веровать, обратите внимание, и крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. В начале своего служения Иисус Христос особо подчеркивал в своей проповеди, его главная тема, его проповеди была, «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие». Говоря, что исполнилось, Марк говорит, 1 глава, 15 стих, говоря, что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Из приведенных выше вот этих отрывок, мы видим, что Иисус Христос очень серьезно относился к вопросам покаяния, веры и крещения. в такой последовательности покаяния, вера и крещения. Он связывает прощение грехов и спасение. Очень важно понимать, что не сам по себе факт водного крещения, братья и сестры, дает спасение. Само по себе наличие водного крещения, если мы возьмем человека и проведем с ним вот этот акт водного крещения, не дает никакого результата. На сегодня мы знаем, сколько трагедий, сколько случаев, когда какими-то причинами, по какими-то обстоятельствами люди, не пережив спасение, не получив ими от Бога веру спасительную, они крестились. Каков результат? Они отпали, они отселись, они не знают Господа. Очень важно, чтобы в жизни человека, который заходит в воду, и этому свидетельствует церковь, духовный мир, окружающие люди, в жизни произошло внутри что-то очень важное. Рождение свыше. Так Христос сказал, должно вам родиться свыше. Должно, чтобы произошло внутри перемена, чтобы из сердца каменное стало сердце плотяное. Чтобы Дух Святой вошел в сердце человека и начал свою работу освящения. Перемена его ума, перемена характера, перемена образа жизни, перемена всей его личности, созидания нового человека по образу, который его устроил, по образу Иисуса Христа. Братья и сестры, без этого водное крещение не имеет никакого смысла. В Священном Писании есть прекрасная иллюстрация, которая соответствует всем вот этим требованиям, о котором мы сегодня говорим. покаяние, личная вера, свидетельство, свидетельство Духа Святого, свидетельство окружающих людей, которые знают. И затем уже, как следствие, как результат послушания Господу, это святое водное крещение. Есть прекрасный пример, иллюстрация, вот в таком порядке. Когда мы открываем Деяние апостола, восьмую главу, помните, там есть описание встречи Филиппа с Евнухом. Помните, да? И когда мы читаем всю вот эту историю, мы видим, прекрасная вот беседа состоялась, и беседа была связана не только с спасением, и многие другие вопросы были подняты, но и вопросы касался водного крещения. Вот Филипп удивительным образом наставляет. Вот мы посмотрим некоторые важные детали, потому что Филипп там спрашивает, вот вода, что препятствует мне креститься? Евнух бы не спрашивал, если бы не касался этот вопрос. Он спрашивает, вот вода, что препятствует мне креститься? На что Филипп ответил, если веруешь от всего сердца, можно. Евнух отвечает, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий, приказал остановить колесницу, сошли оба в воду, Филипп и Евнух и крестил Его. Интересно, перечитывая вот этот отрывок, который мы в 8 главе Деяния апостолов, мы можем увидеть, братья и сестры, как крещение водное, которое совершил Евнух, он связан с его личной верой, и вот произошло перемена, обращение, возрождение, тут же на колеснице. Обратите внимание, он задает вопрос, когда он спрашивает Филипп, разумеешь ли, что читаешь? Разумеешь? А он читал очень важную главу, мы коснемся чуть позже. И он задает вопрос, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Какой здравый вопрос, братья и сестры, а разве не это повелел Иисус Христос? Идите и научите. Было бы странно, если Филипп сказал, знаешь что, сходи с колесницы, совершим крещение. Говорит, как я могу понимать, если никто не наставит меня? И мы видим, что Филипп начинает его наставлять. Интересное наставление произошло на основании очень прекрасного содержания, очень хорошего, я бы сказал, материала для проповедника. Что читал Евнух на колеснице? Что он читал? 53 главу пророка Исаия. Братья и сестры, мы прекрасно понимаем, что личная вера для того, чтобы в человека появилась, вот пришла от Бога, как дар, она связана непосредственно с осознанием, кто такой Бог, что сделал Иисус Христос для каждого человека, с осознанием полной своей греховности нужды в спасении, правда? Вера, она не просто приходит, как дар. Бог дает нам способность мыслить, задавать вопросы, искать ответов в Писании. И в данном случае мы действительно встречаем вот эту прекрасную картину, когда, читая, но не понимая, он задает вопрос, о ком написано? Что здесь написано, о ком? И Филипп начинает, он говорит, задает вопрос, прошу тебя сказать, 8 глава 34 стих, о ком пророк говорит это? О себе ли? Или о ком другом? Какой прекрасный вопрос для продолжения вот ихней беседы, какой прекрасный материал, и Филипп начинает ему объяснять. Он объясняет о нас с вами, о тех, которые отвергли Господа, о тех, которые блуждали, как овцы, все совратились на свою дорогу. Он объясняет и показывает о акции, которые возложил, взял на себя грех и мира. Он говорит о святом и праведном Боге, который возложил на этого акция, на Господа грехи всех людей. И когда мы слышим ясное провозглашение Евангелия, все, что необходимо для спасения в этой беседе, братья и сестры, не знаю, сколько она продолжалась, полчаса, час больше, но в нем все есть. И о людях погибших, и о святом и праведном Боге, и о акции закладом прежде создания мира, и абсолютно обо всем. И он задает вопрос. Вот вода, что препятствует мне креститься. Вот вода, что препятствует мне креститься. Хочу обратить внимание, братья и сестры, чтобы нам очень важно не исказить библейский взгляд на крещение. Он задает правильный вопрос. Какие препятствия на моем пути для того, что я мог креститься? Если подумать вот так вот в контексте вот этой истории, какое положение занимал этот человек, у нас бы было много вопросов и наставлений к нему, правда? А чем ты будешь заниматься? А не оставишь ли ты работу? И многие-многие вопросы могли возникнуть к этому человеку, прежде чем дать ему ответ. Обратите внимание, Филиппа интересовал один единственный вопрос. Филиппа интересовал одно. Он задает вопрос. Если веруешь, как? От всего сердца. Вот если в сердце твоем есть эта глубокая вера в то, о чем мы сейчас говорили, то можно. И вот в этих словах заключено все. И твое погибшее состояние, и твоя нужда в Боге, и твое спасение, и твое доверие Богу, и перемена твоего образа ума, мыслей, характера, образа жизни, абсолютно все. Это очень глубокие слова. Если веруешь от всего сердца, это свидетельство работы Духа Святого в сердце этого человека, которому послал Господь Филиппа. Это Он производит вот эту работу и этот ответ. Смотрите, как Он дает ответ верою, что Иисус Христос есть Сын Божий. Просестры Евнух не проходил классы, как проходит наша молодежь. Все, что Он имел, Его духовный опыт, Он имел, может быть, богобоязнный какой-то характер, вот эту нужду в Боге, вот эту тоску по Богу, понимание о своем несовершенстве, Он поехал в Иерусалим для чего, помните? На поклонение. Понимал, что там есть святой Бог, где евреи поклоняются, оставил свою страну и поехал туда, но не был спасенным человеком, возвращаясь с поклонения, не был спасенным человеком. И поэтому Господь посылает этого человека, мужа Божия, Филиппа, который открывает ему истину, проповедует ему полное Евангелие. Дух Святой там, на колеснице, производит спасение в его сердце, возрождение, дает ему внутреннее свидетельство на вопрос, веруешь ли от всего сердца, отвечает ответом, которым дают сегодня, заходя в воду на вопрос служителя, веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой личный Спаситель. Он не просто сказал, я думаю, я догадываюсь, я предполагаю ее, надеюсь, в этих словах есть твердость, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Этот прекрасный библейский пример, эта история, эта аналогия, оно глубоко открывает, что на практике означает слова Христа, кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. Итак, мы рассмотрели вот три таких довода, три таких важных причины, почему верующий человек, спасенный и возрожденный, может и должен принимать водное крещение. Я напомню, это личный пример Иисуса Христа, Он крестился. Это Его святая заповедь, которую Он оставил для апостолов и для церкви. И так же, как крещение связано с нашей личной верой, нашим спасением, как результат, мы делаем следующий шаг. Еще один вопрос, является ли святое водное крещение символическим? Несет ли он в себе еще определенный духовный смысл для человека, который принимает святое водное крещение? Вы знаете, когда мы рассматриваем историю Ветхого Завета, служения верующих людей, оно в корне отличается от служения Нового Завета. Почему? Потому что в Ветхом Завете много-много было связано с видимым, внешним проявлением, когда люди поклонялись Богу. Храмовое служение, жертвоприношение, многие были церемонии, омовения, связанные вот с внешним, то, что было. Люди брали, заносили в храм, и это все совершалось, требовало большой организации, работы, но все это был сокрыт внутренний определенный тоже смысл. В Новом Завете, братья и сестры, мы говорим о том, что Бог установил новое служение определенное. Царство Божие внутри вас. Происходит работа Духа Святого в сердце человека внутри проявляется. Мы не принимаем, не приносим жертвы, не совершаем какие-то омовения, но мы вникаем в это Слово Божие, изучаем его, исследуем. Меняет Господь сердце человека, его поступки, его действия, его внешний вид, его состояние. Сердце отражается в его повседневной жизни и характере. И когда говорим мы о служении в евангельских церквях, братья и сестры, у нас не так много, когда мы что-то делаем видимым образом. мы говорим о раз в год проводим или чаще в других церквях Святое Водное Крещение и мы это связываем с действием определенным. Мы раз в месяц совершаем Вечерю Господнюю, мы не только проповедуем об этом, мы не только поем, но мы что-то делаем, мы хлеб испеченный преломляем, принимаем, вино. Друзья, за этим же есть глубокий смысл. Друзья, вот обратите внимание, что Святое Водное Крещение это не только заповедь Иисуса Христа. Святое Водное Крещение это имеет глубокий смысл, это символ смерти, воскресения, погребения и воскресения Иисуса Христа. И символ смерти, погребения и воскресения нас с вами. Не только для Христа, но нас с вами. Это уже, это очень важно. Вы знаете, когда Первая апостольская церковь совершала святое водное крещение, задают вопрос, а как это происходило? Окроплением, погружением. И сегодня в некоторых церквях динаминации, вы знаете, проходит по-разному. Где-то просто идет окропление, считает достаточно. Где-то идет полным погружением. Вы знаете, исследуя немножко историю христианства, мы все-таки убеждены, что Первая апостольская церковь совершала святое водное крещение полным погружением человека в воду. Почему? Я думаю, что наиболее сильным аргументом в пользу крещения, погружением, является именно теологический аргумент, библейский аргумент. Вот обратите внимание на некоторые тексты Священного Писания. Мы читаем послание римлянам. Да, само слово крещение, креститься, мы встречаем на страницах Нового Завета. Оно означает погружение. И мы встречаем не только связано с водным крещением, как мы рассмотрели сейчас историю, связанную с крещением Евнуха, но и в других смыслах. Вот смотрите, текст Писания, послание римлянам, 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, Павел задает вопрос, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Крестившиеся во Христа о каком крещении говорится? В смерть Христа крестились в прошедшем времени, говорится. В 4 стихе этой же главы Павел снова говорит о крещении. И так мы погреблись с ним крещением в смерть. О каком крещении в этом 4 стихе говорится? Братья и сестры, для того, чтобы понять, вот эти тексты, особенно обратите внимание, они находятся в послании к римлянам. Очень важно видеть контекст вот этих глав, 6, 7, 8 главы. Они показывают, апостол Павел раскрывает прекрасный путь человека от грешника, который потом примиряется, имея мир с Богом через Господа Иисуса Христа, и проходит определенный путь, путь борьбы своей ветхой природой, путь через страдания, до тех пор путь, когда он начинает кричать, как апостол Павел, бедный человек, признавая свою неспособность справиться с искушениями, с падениями, с законом греха, который действует в его, в нем. И Дух Святой открывает ему драгоценную истину. Закон Духа Жизни во Христе освобождает от закона греха и смерти. Каким образом? Господом, через принятие, верою, соединение со Христом нашим Господом, который пришел на эту землю для вас и для меня, через его смерть, погребение и воскресенье, и хождение в новой жизни. Вот где открывается путь, перспектива, братья и сестры, вот где заканчивается апостол Павел воздыхание, бедный человек и возглас «благодарю моего Господа Христом Иисусом». Братья и сестры, обратите внимание, когда мы смотрим на вот эти стихи, третий стих, обратите внимание на слово маленькое «мы». В третьем стихе, что главы Павел говорит «мы крестились во Христа». Четвертый стих «мы погреблись с Ним». Пятый стих «мы соединены с Ним подобием смерти». И восьмой стих «мы умерли со Христом». Как глубоко мы показывает апостол Павел «соединены со Христом». И все это было в прошлом, но мы уже соединены были тогда с Ним. Братья и сестры, открывается драгоценная истина. Наш драгоценный Христос, умирая, а в Его смерти мы. Там место нам есть с вами, мы. Христа погребают, там место нам есть, мы погребены. Христос воскресает. Есть для Дитя Божьего, для веры в человека место. Мы воскресаем со Христом. Братья и сестры, когда человек спасенный, имеющий личную веру, пережив возрождение свыше, имеющий Духа Святого, заходит в воду. И служитель на мгновение погружает его полностью в воду, братья и сестры. В этом есть глубокий библейский смысл, который подчеркивает наше единство со Христом, Его смерти, в погребении, в воскрешении для новой жизни. Есть напоминание, чтобы так и нам ходить в этой обновленной жизни. Поэтому святое водное крещение, братья и сестры, это не какое-то событие в прошлом. Святое водное крещение – это напоминание, братья и сестры, повседневной нашей жизни, обещание Богу служить доброй совести. Это напоминание о том, что в момент был, когда Господь особым образом дал мне возможность пережить это личное погребение, смерть и воскресение с моим Господом Иисусом Христом. Вот что значит символическое значение водное крещение. И последняя мысль. Рассуждая о водном крещении, нам необходимо особо обратить внимание на церковь. Верующий человек, обращаясь к Господу в момент своего возрождения, переживает особое благословение, особое действие происходит в его жизни. Это называется быть крещенным Духом Святым в тело Христа. Помните, было сказано, на ком увидите голубя сходящего? Тот есть крестящий Духом Святым. Это Христос делает. Братья и сестры, спасенная душа, возрожденный человек, он не одинок, он не сирота, он не просто сам по себе. В момент его духовного возрождения он становится причастником божеского естества, то есть природу получает. И он становится членом Вселенской Церкви, находится в теле Христа, присоединенный с самим Господом, он становится как этой маленькой веточкой на лозе, питается его соком. И когда мы посмотрим сегодня, братья и сестры, на жизнь Церкви, которая прошла свою историю, что давало силы этим верующим людям, первым, новообращенным, которым не было, может быть, хороших общин, хороших служителей, наставничества, ученичества, слова, они жили, они любили, они были верны Господу, они умирали, шли на смерть, на костры, на арены. Что давало им жизнь и что преображало окружающих людей? Они были детьми Божьими, соединены своим Господом и Спасителем. То, о чем они пережили в своей личной жизни, смерть, погребение, воскресенье, сила Духа Святого давала им силу жить свято и праведно и не сетой Евангелия, братья и сестры. Это важный момент. Но Господь так устроил Церковь Вселенскую, что она имеет, братья и сестры, как бы свои представительства везде, во всех уголках земли. Невидимая Церковь Господа Иисуса Христа в день Пятидесятницы стала видимой, начиная с Иерусалима и затем по всему лицу земли. Поэтому очень важно, братья и сестры, когда мы читаем книги Деяния апостолов, понимать, что верующий человек уже спасенный и возрожденный, он не имеет права по определению, по Божьему замыслу, где-то находиться независимым, быть где-то свободным. Нет у Бога этого права, мы не видим в Священном Писании. 41 стих книг Деяния апостолов, 2 глава. «И так охотно принявши Слово Его, они крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч». Присоединились к кому присоединились? К церкви присоединилась, образовалась первая церковь, которая четко получила от Господа ясность, и они пребывали, эти люди, обращенные в учении, в молитве, в общении, в преломлении хлеба, они понесли благую весть, они присоединились. Это очень важно. Первое Коринфянам, мы уже говорили немножко об этом, что верующий человек, спасенная душа, он не просто сам по себе, он является членом Вселенской Церкви. Я просто напомню коротенький текст, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все вы одним духом крестились», тоже используется вот это слово «крестились», то есть погрузились в одно тело. Тело и у Ели и Еленера были свободны, все напоены одним духом. Здесь речь идет о Вселенской Церкви, а верующий человек, принимающий крещение, он присоединяется к поместной церкви, где он трудится, принимает вечерю Господню, он участвует в служении, он разделяет благословения, заботы, переживания по местной церкви. Такова воля Божия. Это очень важно, дорогая церковь, для того, чтобы мы, совершая в нашей церкви, мы планируем это в начале июля, в первых воскресеньях или второе, как Господь усмотрит, чтобы люди, которые заявят о своем желании, братья и сестры, мы могли их нести на руках молитвы, просить у Господа милости, чтобы Господь дал им быть верными, чтобы, принимая людей в нашу церковь, мы могли иметь ясность, понимание, настолько это возможно с нашей стороны, как служителей, как церкви, что это люди пережили рождение свыше. Они имеют Духа Святого, они имеют свидетельства, имена их не записаны в книге жизни, и они являются теперь, после вводного крещения, частью нашей поместной церкви. Пусть Господь нас благословит в этом вопросе и поможет тем душам, которые рассуждают, молятся и готовятся к этому событию, принять правильное решение на основании Слова Божьего. Да поможет в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.